Мир вам, дорогие телезрители! Вот и свершилось! Третий уникальный, грандиозный сезон телепередачи «Прометей» в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на ведущем европейском телеканале «Новый мир» стартовал. И с вами я, телеведущий «Экстрасенс», автор и креативный продюсер «Прометей Любомир Богоявлинский». «Прометей» – это передача о магии, эзотерике, оккультных науках, о мистике. И для тех телезрителей, кто видит меня впервые, я прошу моих помощников вывести видеосправку обо мне. Справка! Любомир Богоявлинский – телеведущий «Экстрасенс», маг, психолог, философ, провидец, парапсихолог, эзотерик и таролог. Имеет два высших образования. По первому высшему образованию Любомир – магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии. В 2012 году с отличием окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также три года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. По второму высшему образованию «Отличник» окончил в 2015 году Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности учитель английского языка и мировой литературы. Участник русской битвы экстрасенсов-17. Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. С 2021 года телеведущий «Экстрасенс» и автор эзоцикла программ «Прометей», которые выходят в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на европейском телеканале «Новый мир». Любомир – поэт и писатель. Автор и соавтор более 18 книг, в число которых входят в сборники поэзии. Две пьесы, более 10 книг по магии и эзотерике. Автор научных статей по психологии и философии. Автор трех колод Таро. Гей Таро-черта, Таро-колдуна и Таро-вечности. Философ-аспирант. Аспирант-психолог. Любомир Богоявлинский пишет параллельно две кандидатские диссертации по философии и психологии. Сфера научных интересов. Философская антропология. История психологии. Патопсихология. Проблема смерти и бессмертия личности. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии «Прометей».